Субтитры сделал DimaTorzok Уже прошло больше недели, когда вышел ивент, и поэтому в этом ролике я вам покажу, сколько я смог заработать с ивента, какой у меня уровень пассы там и так далее. Ну и конечно же в этом ролике, пацаны, мы поедем и купим машины вам на розыгрыш, поэтому видосик обещает быть интересным. Ну а для тех, кто еще не играет на проекте Мазин Холиплей, конечно же не забывайте вводить по промокод Палканов, его можно вводить на любом сервачке. Вводите промокод, качайте уровень и получаете 450 тысяч. Давайте уже добьем 1000 активаций. Ну что ж, дамы и господа, я хочу вам пожелать приятного просмотра, приятного аппетита, всем хорошего настроения и приятного просмотра данного ролика. А перед началом ролика хотел бы вам посоветовать очень интересную группу, называется она Амазин Холип. В данной группе выходят инсайды, будущих обновлений, новости по всяким мероприятиям, также карты подарков. Ну и конечно же интервью с всякими интересными людьми, администраторами, руководством проекта там и так далее. Поэтому всем советую зайти и подписаться на данную группу, ссылочка на нее будет в описании под данным видео. Ну что ж, я предлагаю начать с ивента, в целом расскажу, что мне понравилось, что мне не понравилось и конечно же сколько я смог заработать с помощью данного ивента. Но вы можете написать в комментариях сколько вы заработали, либо сколько вы накопили монет. Так, получается вот это место, где проходит весь этот ивент и квесты пока что недоступны. Вот эта табличка висит уже несколько дней, как бы ждем дополнения, ждем обновления, но пока что ни цен, ничего вообще в принципе нету. То есть все стоит на месте, ничего в принципе не поменялось, кроме того, что убрали подарок. Давайте посмотрим цены, чтобы вы примерно понимали в принципе, что там и как происходит. Вот допустим купить монеты и смотрим, то есть их продают там по 3000, ну в основном там по 3000, по 3200 как бы их продают, кто-то там по 4000 продает, но конечно же никто их за эту сумму покупать не будет. То есть их даже толком сейчас не скупают, чтобы вы понимали. То есть раньше я выставлял там по 3000, по 3200, у меня скупали их просто моментально. Эти монеты я там по 4300 продавал, потом по 3500, потом по 3000, потому что цены постоянно падали, и я как бы решил то, что я не буду копить, я буду продавать и просто иметь с этого деньги. Как вы можете заметить то, что сейчас эти монеты никто не скупает, поэтому вот как бы рынок просто встал пацаны. Раньше их скупали как горячие пирожки, а сейчас в принципе эти монеты толком никому не нужны. И давайте посмотрим сколько людей находится на самом ивенте. Ну как бы да пацаны, то есть ивент просто загнулся я считаю, то есть я не знаю как на других серверах пацаны, но на втором как бы вот такая вот ситуация, то есть вот 4 человека. То есть в общем сейчас на ивенте сидит 8 человек, такого просто никогда не было. Да возможно там под конец ивента, ну мало людей было там допустим на 7 венте, но все равно блин 8 человек на ивенте пацаны, это очень мало. Я веду к тому, что разработчикам уже все таки пора добавить цены, добавить прохождение квеста дальше и добавить новый фарм. Как бы я думаю многие видели этот спойлер, то что должны добавить новую игру на ивент, а именно танки. На данный момент пацаны 18 число, с момента ивента уже прошло 9 дней, то есть пока что ничего в принципе нету, ни цен, ни квеста, ничего. Да ивент сам по себе хороший, то есть все хорошо там можно пофармить, постреляться там и так далее. В этом плане все сделано хорошо, из-за того что он однотипный мне как-то он надоел, потому что допустим на новогоднем венте у вас был выбор, либо санки, либо там постреляться можно было, лабиринтом и так далее. У вас было разнообразие, вам было чем заниматься как бы и вам это не так сильно надоедало. А здесь как бы всего лишь есть одна локация, одно место где вы можете фармить монеты. Как бы да, есть еще тир, но пацаны в тире вы много не накопите, я думаю вы сами понимаете. Ну было бы неплохо если бы они наконец добавили танки, чтобы было хоть какое-то разнообразие. Потому что вы сами видели сколько сейчас там людей, просто людям надоел этот однотипный ивент и они хотят чего-то нового. И поэтому все разбежались обратно там, кто на рыбалку, кто на дальнобойщике, кто во фракции там и так далее. И людей сейчас в принципе мало. Ну теперь самый главный вопрос, сколько я смог заработать с данного ивента. Я накопил около 5-6 тысяч монет за несколько дней. Да, когда только вышел винт, я там немножко пытался, немножко задротил, но потом мне это надоело. Я так потихонечку на это заходил, допустим там часик на ивенте посидел, часик там дальнобой покатал. Ну и таким образом накопил около 6 тысяч монет. И где-то у меня получилось заработать 30 миллионов рублей. Я считаю то, что это очень даже неплохо. Ну что ж, давайте я вам покажу свой паз. То есть здесь в принципе ничего такого интересного. Я его не покупал. Давайте я вам покажу призы. То есть вот цены как бы не добавили. Абсолютно вообще ноль. Просто как я думаю, чем дольше будет ивент, тем наверное больше будут цены. Если был бы короткий ивент, то мне кажется были бы, знаете, какие-то низкие цены. Возможно из-за того, что ивент будет долго еще. Может быть даже 2 недели еще будет ивент. Также насчет квеста его дальше нельзя проходить. Паз как бы качается. Я его особо не качаю. Просто с помощью PDF он мне сам качается. А тем временем я приехал на наш шан. Но здесь вообще ничего нету на продаже. Прям ноль просто. То есть да, пацаны, туго сейчас с покупкой машин. Прям очень туго. То есть даже если вечером я вчера приезжал, допустим, тоже хотел там купить машину для вас на розыгрыш. Я вечером приезжаю. Ничего такого интересного нету вообще. В основном здесь тачки просто стоят на аудио. Вот так вот, как сейчас. Ну а в этой стране как бы особо ничего интересного. Первый. Ебать, целка убита нахуй просто. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Я такое первый раз вижу просто. Целка убита в пизду просто. В пиздотню, блядь. А че с целкой? Давайте у него спросим. Ебать его, блядь. Какие щели ее ебали нахуй. Да пиздай. Ха-ха-ха. Бля. Может он хотя бы немножко скинет? Ну ели пупин, пацаны, понимаете? Ну это прям... Это стиль просто. Я, ну че, пацаны, елик ебать. Да, конечно, на нем номера стоят. Было бы заебись, если бы он был бы без номеров. Но, я думаю, ели пупин, пацаны. Нормальная тачка для розыгрыша, типа. Если что, потом номерки просто сверху закинете и все. Да, госка, конечно, небольшая, пацаны. Но, кто будет знать, что у вас госка 5 миллионов ебать. Правильно. Поэтому будете ездить, выебываться, пальцы вером ебать. Гелик это всегда ебать в теме, в моде, при любой погоде. Бля, ебать, там целка усосана нахуй, конечно, пацаны. Я просто в ахуе. Я просто в ахуе. Ну, блядь. Конечно, твой, братан. Ну, блядь, там целки пизда нахуй. Мне еще целку чинить придется. Давай. Я орел. Как там коин? Да ты заебал, блядь. Он меня как-то наебал просто, блядь. Блядь, как-то он меня наебал. Я даже не понял, как нахуй, пацаны. Так, хочешь продать его транспорт? Mercedes-Benz G63. Ба-ба-ба-ба. 5,2. Курва. Курва, бля. Я что, полягче, что я? Ладно, шучу, пацаны. У меня осталось 2,5 миллиона. Ну, кстати, блин, не знаю, что еще можно такого купить. Может, Волгу у него купить, пацаны? Как вам вариант, ебать, на розыреж, ебать. Волжуньку, ебать. Волжаночку. Белоснежную, красивую. Спасибо, брат. Я, правда, не слышу музыку, потому что я ее выключил. Ну, это хуйня, пацаны. Сейчас посмотрим, ебать. Да ты что, Валера, ебать. Еще полублатики стоят. А, тут третий чип стоит, ебать. Пизда, нахуй. Облом века, пацаны. Ну, все, давайте цену узнаем. 25 торг, ебать. Удачи тебе, ебать. Час и здоровья. Что есть в КамАЗе? Может, КамАЗ, пацаны, взять, ебать? Для розыреша, а? Как вам, ебать? КамАЗика, нахуй. КамАЗюку, сука. Рабочую лошадочку чисто. Я, на самом деле, не знаю, это много или мало за, получается... Ну, этот КамАЗик, ебать. Вот это авария, ебать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля, я просто нахотел на обгон пойти. Извиняюсь, ребятки, извиняюсь. Ебать, один и второй, ебать, улетел нахуй просто. Ну, перевернулись, ебать. Неваляшки все-таки. Так, он, получается, продает КамАЗ за 2,8. Как вы заметили, у нас 2,5. Поэтому берем, заходим на промокодик и забираем отсюда 300 тысяч, пацаны. Поэтому не забывайте вводить промокод. Потому что и вы зарабатываете бабосики, и я зарабатываю бабосики, и всем как бы хорошо. Поэтому обязательно вводите мой промокодик. Так, забираем. 300 тысяч. Все, у нас 2,8 имеется. Так, пахнет каким-то наебом, потому что вот этот Костя, он прибежал пешком. И типа я КамАЗа так и не увидел, который я должен купить. Поэтому, блядь, как-то странно все это выглядит, на самом деле. 2,8. Ну, ладно, покупаем, в принципе. И он просто убежал, ебать. Мне на самом деле интересно посмотреть, что мы вообще, в принципе, купили. Потому что я КамАЗ даже не видел. Делал вообще. Вот, военный КамАЗ. Мне кажется, меня как-то наебали. Потому что он вообще, ну, ни привет, ни пока, ебать. Так, первый чип. Сигнализация, антирадар. 9 владельцев. Ну, вроде бы нормально. Я не знаю, сколько ему цена. Типа, ну, 2,8. Мне вот всегда было интересно, сколько сюда рыба влазит. Ого, 45 грамм мореходы. Так ты решил, вот это подарочек, ебать. Нормально, пацан, нормально. Вместимость у него, в принципе, хорошая. Ну, это так, для рыбалочки, пацаны, я думаю. То есть, на нем, как бы, не поработаешь. Чисто для рыбалочки. То есть, тачка, в принципе, нормальная. Но надо целку будет починить. В этом, да, есть нюанс. Как бы, я ее починю. Потом починю. Нормально, пацаны. Гелентваген, как бы, я думаю, это будет наше первое место в этом розыгрыше. Поэтому, Гелентваген такой, симпатичный. Может быть, его потом немножко переделаю. Там, может быть, диски и другие поставлю, перекрашу. Но, в целом, тачка, я думаю, вам понятна. Кстати, ее можно использовать как для такси, в принципе. Либо просто кататься, поэтому... Ну, я думаю, тачка многим подойдет. 246, короче, максималка у нее. Ну, целка, конечно, я бы удивила, пацаны. Прям 57 целка, это прям очень жестко. Это прям... Я такое реально первый раз вижу просто. Не переживайте, я ее починю. Все будет красиво, все будет хорошо. Поломанную машину я вам отдавать не собираюсь. Ну, и последний автомобиль, который мне предоставил Мерикос для розыгрыша. Это, получается, РНОТ абсолютно нулячая просто. Да, здесь особо тюнинга нету. Пробег 14 километров. Как бы, да, я второй владелец. ГОСКО 40 тысяч, САЛКО 100. Как вообще выиграть данный автомобиль. Один, второй, третий. То есть, будет первое место у нас с Елик. Второе место у нас будет, получается, РНОТ. Ну, и последнее место будет КАМАЗ. Первое, что нужно сделать, это подписаться на канал, поставить лайк на это видео, подписаться на группу, сделать репост и добавить меня в друзья ВКонтакте. Все, в принципе, ничего сложного, как бы. Всего лишь 5 действий, и вы участвуете в конкурсе. Итоги будут через неделю после публикации данного ролика. Ссылка на конкурс есть в описании. Берите, как бы, участвуйте, и получайте вот такие вот интересные машины. Вы можете просто, если даже не играете, на втором серваке можете просто создать аккаунт и забрать данный приз. Как бы, без разницы. Потом можете его продать, следить постом и так далее. Делайте, что хотите. Ну, а на этом я буду заканчивать данное видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, участвуйте обязательно в конкурсе, потому что конкурс реально хороший. Три призовых места, то есть, реально есть хороший шанс что-нибудь выиграть. Все ссылочки есть, конечно же, в описании под видео, как начать со мной играть. Не забывайте вводить мой промокод. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok